Всем привет! Сегодня мы сделаем композицию с цифрой 5 в стиле динозавриков. Для этого нам понадобится калькатор, компрессор, запайщик, ручной насос, горячий клей-пистолет, обработка, ножницы, шары 10 и 12 дюймов, шары 5 дюймов и ШДМ. Также из фальки нам понадобится фалькированная циферка и динозаврик. Минифигура динозаврика. Для декора листья искусственные. Также наша снимонтажная пленка. Начнем с подставки. Для этого нам понадобятся шары от 10 дюймов до 12 и шары 5 дюймов. В подставке у нас будут шары Доблстафы. Это будет коричневый в голубом. То есть мы обрабатываем только коричневый. Голубые шары мы не обрабатываем. После того, как мы обработали наши шары, сделаем Доблстал. Для этого мы берем голубой шар, растягиваем его и вставляем вовнутрь коричневый шар. То же самое делаем и с шарами 5 дюймов. Теперь надуваем наши шары. Большие шары мы дуем на размер 20 см. Маленькие на один качок. Сначала мы делаем двойки, а затем соединяем их между собой. У нас выходят четверки. Для этого мы берем два шара разного цвета. Надуваем их. Сдуваем до того момента, пока шар не будет проходить через отверстие. И теперь два шара скрещиваем между собой и завязываем на два узла. Делаем это плотно. Готово. Теперь две двойки мы совмещаем между собой. Ставим крест на крест, не спрещиваем два шара. Получаем четвертую. Теперь приступим к шарам 5 дюймов. Надуваем мы их на один качок. Делаем двойки, а затем мы скрещиваем между собой и получаем четверки. Шары надуты. Теперь будем собирать подставку. Для этого нам понадобится шедем, я взяла толстую. Мы обрезаем верхний край, для того, чтобы воздух выходил. Берем нашу большую четверку. Продеваем шедем между двумя шарами и фиксируем в центре одним узлом. Далее берем четверку поменьше, приставляем ее в срединку. Также фиксируем с помощью шедем на один узел. Наша подставка готова. Теперь для устойчивости мы добавим груз. У нас это шарик с водичкой. Мы запуску привязываем его к низу. Теперь давайте надуем цифру. Здесь мы надуем с помощью ручного насоса. Вставляем в клапан и дуем до того момента, пока она не будет твердая. Наша петерка надута. Теперь мы привяжем ее к подставке. Для этого мы возьмем две шедемки и привяжем клапан здесь. И вот здесь вот за привязочку. Переставляем к краю и закручиваем до угора. Далее сгибаем на два и завязываем на два узла. С вот этой стороны поступим так же. Приставим к концу и плотненько привяжем. Лишнее мы отрежем. То есть вот эти маленькие концы мы отрежем, чтобы они нам не мешали. Наши цифры мы будем привязывать к подставке вот таким вот образом. Для этого мы одну шленку натянем с краю, а второй войдем в середину подставки и завяжем внизу на два узла. Теперь мы на нашу подставку добавим большую фольгированную фигуру. Для этого надуем нашего дракона воздухом с помощью ручного насоса. Мы надули нашего дракончика. И теперь за клапан и место для привязки мы привяжем шедея. И закрепим на подставку. Украсим нашу подставку. Возьмем маленького динозаврика, надуем его и приклеим на нашу подставку вот сюда. Надуваем с помощью насоса ручного и запаиваем клапан. Клапан обязательно ровняем, чтобы не было заломов. И запаиваем. Паяем на четверки. Мы запаяли. Теперь клапан мы заклеим скотчем с изнаночной стороны. Вот так. И теперь с помощью клея приклеим. Для того, чтобы наша композиция была более устойчивой, цифру динозавра мы также склеим клеем. Сделаем пружины. Для этого нам понадобится тонкий шлем, обработка и насос. Сначала мы шлем обработаем, затем надуем. Растянем немножко. Для того, чтобы сделать пружины, мы воспользуемся еще одним насосом. Но вы можете взять другую или что-нибудь тонкое. На край мы завяжем шедеем плотненько. Под эту шедеемку мы вставим наш край шедеема, который мы ведем. И теперь ровненько обкрутим вокруг нашего насоса. Вот таким образом. Теперь мы ставим сюда насос и надуем. Теперь край завяжем на узел. Получаем вот такую заветушку. Здесь мы ее немножко выкрутим. С этой стороны край мы тоже завяжем на узел, чтобы он сподлялся более аккуратно и обрежем. Продолжение следует... Мы надумим наши спиральки и теперь будем выкрепить подставки. Для этого мы два края свяжем между собой на два узла, не в натяжку, чтобы у нас осталось там немножко места. И привяжем к подставке с помощью шедеема, либо же свободного края путьки. Теперь добавим декора из листьев. Давайте добавим еще декора и сделаем гуси. Растянем, обработаем и затем надуем. Обработанную шеде мы надуваем не до конца, чуть больше половины. Здесь завязываем узел и начинаем крутить. Все гусины мы крутим в одном направлении, для того, чтобы они не раскручивались. Размер может быть маленький, большой, какой вам больше нравится. Мы делаем примерно на два пальца. Наши гуси готовы. Лишнее мы обрезаем. Вот здесь, в краю делаем небольшой надрез, чтобы выпустить воздух. Сдуваем и завязываем узел. Отрезаем. Здесь и с этой стороны тоже. И получаем готовый гус. Ставим капельку и приклеиваем к самому шару. Наша подставка почти готова. Добавим еще шаров 5 дюймов. Для этого мы их сначала обработаем, затем надуем разного размера. И также приклеим с помощью клея. Давайте добавим еще одну пружину, с другой стороны. На саму нашу цифру добавим немного декора. Для этого мы сначала обработаем шедевр и сделаем из нее гусы. Мы закрепили нашу гусу на цифре. А теперь, чтобы определить, какой цвет мы еще добавим, сначала наклеим надпись. Для этого нам потребуется самонадпись и монтажная обзорка. Наша цифра готова. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok